сайрам сайрам дорогие друзья что-то вы похудели да поправились добрый день дорогие друзья 9 февраля сегодня 9 февраля 2020 года и вот мы встретились с нашими замечательными путешественниками максим и сергей но сейчас вы через 40 минут уезжаете и я еле-еле значит вас заманила на интервью вот вы тоже также снимем вас конечно же уже себя даже писал о вашем канале хорошо отлично в общем кто смотрит мой канал хотя бы последние два месяца то наверное видели нашу встречу в кафе с максимом очень много интересного рассказал сергей тогда почти молчал а потом на вас все время встречали на sunset маркете в гуа вы продавали гречку что было потом потом вы неожиданно исчезли и уехали в мумбаи вот мы уехали поучаствовали в шутингах и вот после было тяжело конечно найти рассказывали что проще как найти у нас конечно приключение найти себе шутинг у нас были контакты мы писали но ответа было практически а вы может быть тогда сядем я чай куплю вам и попьем там будет и по я вам немножко тут передачку небольшую собрала молодому растущему организму нужен шоколад сгущенка бананы и мандарины поэтому мне привезли сгущенку зрители а я свою уже ем одну но у меня есть экстра и шоколад тоже экстра так что примите пожалуйста сергей отвлекись принимай дары пошли пошли сюда давайте чаю а сайрам чай-чай 3 чай так садитесь как ну свет вот вы туда садитесь к слонику ганешику и рассказывайте вы поели может быть масса ладосу что-нибудь не хорошо тогда чай 3 чай ok 3 ну ну вот значит поехали бы в мумбаи и доверие когда в конце декабря мой мы отправились нет 14 13 не говоря в общем на старый новый год да мы уехали получается в сторону мумбаи вот заселились мы там очень красиво максим сейчас расскажет железу мумбаи целое приключение очень многие люди когда едут куда-то они бронируют жилье заранее нужно решили как бронирует через букинг в индии это дорого надо смотреть на месте поэтому что такое мумбаи мы даже не знали буквально покупали билеты определить . на картину сми стать сиро искусство всем советы оффлайн-карту мы мы с ним и мы определили просто что когда мы приедем мы приехали туда и стали искать по карте жилье просто ближайший гостиницы которая отмечена на карте приходили спрашивали и общем это было достаточно тяжело первое свое жилье мумбаи мы нашли мусульманскую квартале тяжело писать словами снимали видео за сколько дорого 1100 рублей в сутки но в шесть утра под окнами у вас электричество хоть было было даже интернет был даже в гостинице но сергей нашел блоху и тараканчик но они вас не покусали вы жили мирно чуть-чуть мы вовремя свалили а вот потом как раз мы уже переселились самый туристический центр благодарю это колоба роут район все достопримечательности основные находятся там мы нашли маленьких хостел рядом с синагогой и платили за него всего 1000 рубах хотя соседнее жилье стартует от полутора двух тысяч за ночь вот там нам конечно очень повезло это далеко от ворота в 3 минуты 4 4 минуты это значит рядом с тадж-махалом вы дышали воздухом вот этих царей и королев мы зато мы искали очень долго это место мы приняли искали в том районе ходили просто искали примерно ту же стоимость как и мы снимаем хотя бы потому что везде цена вот реально очень дорогие вообще ожидали что вот тысяча стоят а минимум какой можно вы думали может быть что 500 300 можно как бы а может я читал на форумах там было написано 500 можно даже где-то найти но действительно за 500 можно найти в бываем на только это далеко будет а мы нашли получается за тысячу непосредственно в историческом месте но не надо тратиться на транспорт и время не надо там же время то так ну съемочки нашли вы себе какие-нибудь съемки съемки мы тоже себе нашли мы пишали очень много контактов у нас была такая бонус лайфхак нам дали контакты разных агентов мы их описали но сначала никакого ответа у нас вот а потом нам предложили потом еще один раз предложили и у нас более-менее получилось заработать денежку но конечно это опыт такой очень интересный ну сколько сейчас платят самой такой вот средней массовки лишь наверное были не high-level артистами наверное вот самая-самая 15 зонтик двадцатом ряду да вот я вот так например снималась мне кажется если кто живет как мы уже поняли с максимум кто живет в мумбаи это минимум от четырех выше ну а стрелка бывает 3 до 3 класса и зависимости уже от продолжительности дня с 3 это 2 часов стандартно обучение 12 можно меньше но если больше то уже к армии ложка а на убой на убой а проживание не дают желание жили в мумбаи не рассчитаны именно тех кто в мумбаи живет и попасть в мумбаи людям кто приезжий так просто потому что все равно все сначала расходится между тем костяком который уже есть все друг друга знаю а вот расскажите пожалуйста мне муж мы когда были мумбаи он читал объявление пишет будьте осторожны очень часто заманивают якобы на съемки типа они приглашают на шутинг они агенты вы им платите и потом они исчезают или поэтому тоже слышали даже девочка которую мы познакомились на гуань вот как раз на солнцем маркете она приехала с украины а по договору по контракту даже и она пожила мумбаев месяц и ее оставили и без жилья и без денег и даже вот этот договор он никакой значимой роли не играет то бишь в любом случае надо быть внимательным и осторожным а как как вас занесло в путапарте вот я прямо удивилась что вы я был здесь все уже был да вот это очень прекрасно хорошее место мне очень здесь мы с вами тут произошло ближе ближе вот уже в этом году что с нами произошло мы заболели мы заболели приехали лечиться мы приехали сюда лечиться от чего душевные травмы мы не получается заболели в самом мумбаи ехали в мумбаи уже максима был чуть-чуть каши мы когда приехали в самом мумбаи где-то через пару дней максима каши увеличился вот и где-то еще через два дня подхватил как раз я вот этот назовем его вирус наверное и мы вдвоем стали то у максима температура то у меня температура то и вот так вот чередовались то одному полегче второму похоже а потом как раз мы были на шутинге одном из и там было шутинг был 16 часов и там было очень жарко ну вот честно я был в рубашке в костюме в пиджаке и у меня все было насквозь вот и там получается вот это вот мы выходили входили и вот на свой организм я понял что повлияла вот эта жара и стала хуже себя чувствовать прям даже где через день все вот прям у меня получилось у меня уже и и голос начал пропадать и ну обложенность появилась в горле но ты сопли кому-то приятно слушать кому-то нет но это как бы человеческая жизнь такая это присутствует и температура мы и мумбаи когда находились у меня на телефоне было часто написано что по какая погода там 28 27 градусов и вредный воздух вот это прям был вредный прямо вот так и написано вот у меня есть фотографии экрана где написано вредно очень даже мы еще немного побыли и хотели еще бы заработать у нас еще был один шутинг и мы получается вот оттуда уже было желание оттуда быстрее даже уезжать от воздуха от людей потому что люди кашляют постоянно чихают но там свои тоже приключения мы съездили остров элефанта остров элефанта мы съездили в трущобы вот я тоже снимал да напомни название своего канала уж дюжа она сложная почему все как бы люди а я какой-то продолжение рожденный для поездок вот как раз мы постоянно ездим передвигаемся как бы логично и название вот и подписывайтесь да и там будет рассказано я единственно не выкладываю пока что вот за счет интернета потом намонтируем а потом и здесь у вас какого числа сюда приехали мы следим за временем кстати у вас во сколько автобус давайте положим 11 51 отлично мы в том году пришли ровно он уже практически однажды мы видели что без десяти ушел автобус поэтому надо за ними следить и даже поезд шатап для однажды уже мы были там в трущобы у нас очень мы даже вчера с максимуму вспоминали это этот опыт очень интересный там было интересно сначала я не хотел никуда заходить в эти проулочки потом называется стопа понесло вот я зашел в проулочек и в одном из проулочков максим такой пошли-пошли но это честно интересно ну трущобы трущобы на самом деле снимали но это не опасно вообще просто опасно даже пальцем нам показывали вообще трущобы они нескольких видов бывают еще бывают типовые где где-то живут такие бандиты где-то живут прачки где-то живут люди которые занимаются определенной профессией и по социальному станцию также они бывают разные самые жесткие куда мы попали это трущобы район хорай вот там конечно очень сильная нищета грязь загнуть какую пучку с телефоном тебе подходят индейцы и пальцы не ходи туда это опасно мы все происходили в декорации книги шантарам грегори роберт садари и в леопольд тоже забежали для путь для фольги попали попутили там немножко посидели посмотрели цену слишком тяжело эти деньги даются на шутингах чтобы прокучивать можно и подешевле найти не так намного дешевле многие говорили что там очень долго по поводу еды максимум не снимали показывали что действительно там даже есть некоторые места у него ходил порой кушать дешевле чем на гуа на ресторану даже не рассматривать шейки которые на пляжах а именно местная кухня не питаются индийцы даже дешевле чем на гуа это вообще а в тадж-махал отель зашли зашли и смотрели нам тоже понравилось и нас оттуда благополучно прямо выгнали я решила немножко снимать на телефон неаккуратно не разрешают я своей вот этой камерой там снимала но прятала но когда мы купили там завтра он 1700 что ли на человек я не помню вот такой дорогой дорогой стенький ну и там уж думала раз я заплатила значит все включено нет так ко мне тут же подошли сказали убирайте камеру кушайте но здесь тоже так же но самое интересное как называется маленький лавхак если делаешь селфи даже снимаешь на видео себя можно весь бэкграунд все что есть крутится или делаешь вид что ты снимаешь себя на самом деле включена другая камера да такое тоже ну просто будете осторожнее орел и решка тоже они там какой-то скрытой камеры снимали она была маленькая девочка а и снимали скрытой камерой а после мумбаи мы как раз подышать воздухом покунулся в историю ближненагарской империи с большим удовольствием провели несколько дней правда состояние здоровья немножко подводила сколько это уже дней у вас длиться вот вам не сергей по телефону сказал или ты мне кто сегодня сказал что температура не проходит вот уже много дней или что-нибудь антибиотики мимо антибиотики завершая курс недели хотя фото партии сходили в дженерал госпиталь сдали анализы сергей сдал все нормально все рассказали все нормально врачи послушали вчера сказали что у меня все нормально мы спросили еще раз мы можем дальше двигать но врачи там сказали что да ребята вы можете передвигаться но вы отлеживались в первом норде да или вы были там находились в первом норде все равно любопытствуем я думала в больницу отценили нет нет мы были в первом норде причем заселились мы очень классно если с тем годом для меня это было прям прям шикарно здесь потому что я был в шейлах и вот где примерно человек на 400 там такая большая комната как казарма с двухэтажными кроватями из кровати мимолетом я в том году там было и мы когда приехали прям сразу в норд нас заселили нам дали большую комнату свой туалет ванная вот и само помещение сколько сколько стоит двух мест к счастью 300 рупий вентилятор вода в общем две кровати я там на территории разговариваю с девушкой и она сказала что она просто здесь бывает временами вот сейчас обратно вернется что есть но 4 там уже номера с комнаты с кондиционером да и с более улучшенным ремонтом и стоит они 350 но их надо заранее заказывать потому что вот недавно мы так с девочкой сидели вот она нам сказала что там вот жила группа сингапурцы вот они заранее их очень много вот если как бы с прям с хорошим ремонтом с кондиционером конечно лучше тогда заранее потому что здесь же присутствует онлайн бронирование можно туда попасть ну вы конечно приехали в не самый лучший момент потому что сейчас как раз был китайский новый год и очень много было китайцев и вы ослабленными организмами любой их вирус могли были помогли подхватить возможно так что вам это я не исключаю вы сейчас куда направляетесь у нас сейчас будет как и назову паломничество по храму шивы пяти стихий на юге индии сейчас мы едем в бонгавор просто из бонгавора мы едем в тиру чапарали отправляемся чиданбарам оттуда через пандичери мы направимся в тиру ванмалай а стире ванмалай мы едем кандабарам еще один город кандабарам вверх получается оттуда уже едем шли палахасте и девятнадцатого восемнадцать восемнадцать восемнадцатого мы начинаем это вот сегодня у нас девятое и у вас такой большой план на девять дней 6-7 городов за девять дней ну вы вообще конечно так же было практически в этом году это повторит кончапурам а кончапурам да там очень много там наверное город тысячи храмов что там несколько дней как раз попробуем остановиться как там самые основные там пять шесть самые красивые здорово классно молодцы конечно но волнительно за вас побольше побольше где-нибудь там на песочке горячим что ли ложитесь уже непонятно горячее или нужно ли все это холодное уже как-то охладиться надо да у нас же организм все равно привыкает к более умеренной температуре а здесь жарко и получается я причем знаете как я уже сегодня понял что в этом году намного даже жарче чем в том году вот прям чувствуется вот когда мы вот в хампе были не так жарко было мы вот ходили не так сильно чувствовалось даже а я вот как помню да для меня было я там влазил по всем вообще куда можно и нельзя там маленький храмик нарисован я туда в ту сторону а в этом году прям мы гуляли спокойно с учетом того что температура была внутри нас уже они внешне вот в этом плане было потяжелее а когда вы сюда уже приехали три дня вот эти я прям чувствую что здесь очень жарко да жарко жарко у меня даже муж говорит на что уж он в жаре привычный но говорит очень жарко а какие-нибудь звезды вот в этом снимались на шутингах каких-нибудь индийских звезд видели нет у нас было проще мы снимались а название вы записали эти сериала будете потом себя искать конечно чуть-чуть то можно там несколько секунд они могут нормально да мы периодически можно смотрите у них вон они там делают то ли для воды то ли для и для теста крутится электро электро ну-ка давайте давайте посмотрим да провели автобус ага а это примерно тесто делают или навада или на игре вот лепешечки и будут потом а просто тесто мешалка вот это хороший кафе здесь вкусную досу делать здесь все дешево масса ладоса по моему 25 стоит чай и не помню 10 что ли и вот ну совсем совсем все дешево по сравнению то с мумбаем то наверное вы знаете мы в мумбаи нашли очень хорошие цены не на центральных улицах а чуть чуть правее а одну кафешку прям как со стороны объясните со стороны тадж махао если отворотите получается в сторону галереи арк галереи там такое круговое движение и вот возле кругового движения там есть кафешка прям нормальный ресторан там цены я бы сказал дешевле чем на буа в шейках и нам очень сильно понравилось мы туда ходили и завтракать и обедать и чуть ли не ужин потому что это действительно хорошие цены и мы в других местах когда передвигались мы находили хорошие места не обязательно чтобы было дорого и вкусно потому что мы нашли в одну кафешку там было дорого но не очень вкусно так что вот такие вот молодцы когда потом вернетесь в индию приблизительно возможно следующий сезон потому что еще на этот год уже у максима планы есть у меня уже планы тоже примерно будем смотреть когда-то конечно все упирается все равно в наши возможности материальные там надо в общем под напряжься и заработать у себя дома сюда как хочется поехать дальше но необходимо сейчас вернуться будет обратно подлечиться сначала вот желание прям подлечиться провериться в больнице вот честно мы вчера шли разговаривали хочется сдать анализы уже именно в России попробуем провериться поработать и продолжить свой трип другие города в планах вообще в этом году это ближайшие которые сто процентов будут скорее всего это я приеду в Россию в Московской области побуду дома у родителей недели наверное две с половиной вот как раз проверюсь и поеду на Урал мне очень сильно понравилось Перми вот в том году я был три раза вот влюбился в этот город там где-то по облуду и поработаю вот а потом в планах если получится по опять же материальной составляющей есть как будет бива встать с визой в Германию в общем не все на Индии у тебя зациклено не все планы вот хочется посетить Европу потому что в Европе последний раз был лет пять назад вот и хочется ездить опять в Европу посетить там вот как раз за время путешествия по Индии образовались как раз уже друзья знакомые и вот хочется посетить их уже непосредственно там иностранцы друзья да они русские но русские переселенцы которые там живут которые как раз мы познакомились с одной девушкой здесь в Ашраме также у меня там друзья уже ну как очень давно в Германии и еще парочка тоже когда мы путешествовали по Тайманке ага ясно ну в общем жизнь у вас бьет ключом молодцы а я думала лежат там все больные из себя может в госпиталь их отвезли по телефону я так поняла что потому что как бы лежали ну как мы здесь отлеживались да было время вот Максим даже в Глахампе он ходил я отлеживался потому что у меня там у меня температура там поднялась до 38 и я решил в том году был немножко отлежаться как раз Максим посетил там такую более историческую часть фуропед такой там побегал а вот куда я в том году даже хотел хотел пойти мы посетили как раз вместе ну Хампе очень красивый конечно город особенно если если там найти русскоговорящего гида вообще было бы здорово или вы там сами все обыскивали выручу путеводителя в интернете да путеводителя да там же и книга продащих путешественников они очень помогают и кстати очень классно там книжка продается на русском языке можно купить минимум информации погрузиться в интернете да там книжечки продаются на русском я в том году покупал вот Максима в этом году посоветовал Там кратко, но очень понятно По сути дела, так же, как объясняют гиды А вы до того снимались в фильмах? Или это ваш первый был? Ты тоже? Да, это было дебютно Причем как раз желание Максиму вообще было желание Даже бесплатно поучаствовать А потом уже Максиму говорю Максим, ну что, хотя бы там есть один агент Который как раз набирает возле ворот Бесплатных, да? Да, максимум 500 рублей платят Потому что многие люди хотят сняться Так что, ребята, не видите снятки На подтанцовочках где-нибудь там, да? Клипах И Максим был готов Нет, ну такой, конечно, не был готов Но в целом, реально, да, желание было Желание было А потом, когда мы уже поучаствовали Конечно, уже понимаем, что можно хоть заработать Единственное минус этого, что это нестабильно Вот И мужчины, парни, меньше востребованы, чем девушки Девушки, конечно, в Мумбаях, ну, на мой взгляд, хорошо жить Можно и хорошо зарабатывать, и хорошо развиваться Ну, потому что мы с многими познакомились Многие даже себе выплачивают и потерплюсь Да Да, до какого возраста приблизительно востребованность девушек и юношей? Я обратил внимание, что даже есть женщины Даже в 40 и даже чуть больше 40 лет, которые участвовали Мы когда участвовали в одном шутинге Но это был не шутинг, это была озвучка Там были женщины, которые, ну, я бы сказал, больше 40 лет Вот, и они тоже участвуют и живут там, находятся А озвучка это что? Зачем им озвучивать? Вы что, на киндерсговаривали? Что это? Когда они снимают фильмы, где присутствуют иностранцы Вот, необходим иностранный язык Особенно это массовка, где какие-то реплики задних офсеров Это как раз они привлекают иностранцев, кто будет где-то заниматься в учебе Ну, кого вы играли там? Русских бандитов? Да нет, мы просто... У нас была массовка, массовка на угла Мы изображали радостные крики Да, мы там упривали, и кричали, и хлопали в разных... Это просто звук, все Это задний звук, который будет в фильме А, вы озвучивали других артистов, не себя? Да, да, да Точнее, это фильмы И вот это вот как вот сейчас здесь, да, шумно вокруг, да Вот мы как раз создавали непосредственно вот этот шум А, ясно Где-то, где-то там за горизонтом Да Но понравился опыт? У тебя же много было работы? Да, это очень интересно Кем ты только не работал И пивоваром, и шоколатье Нет, не работает хобби Ну, хобби Ну, и вот теперь еще Да, теперь еще одна интересная история про Индию Артист индийского кино Мы когда мы росли на индийских фильмах И просто смотреть эти индийские фильмы, это было вау А чтобы представить, что когда ты будешь в них сниматься, это даже вообще вау-вау Да, это, конечно, мы участвуем у нас вот этого долгого шутинга Это прям вау-вау было Потому что это прям погружаешься Да, наверное, максимум Как мы там с ребятами когда познакомились, нам ребята такую вещь сказали Вам даже крупно повезло Что вы за такой маленький срок успели найти шутинг и поучаствовать Потому что многие туда приезжают на несколько месяцев, а многие на сезоны И только где-то вот с ребятами там разговаривали У них, ну, с горем пополам, да, начинается где-то через месяц, через полтора Когда уже в одном месте участвовали, потом через где-то какой-то срок В другом месте и вот так вот начинается потихонечку А у нас это получилось где-то день на четвертый или пятый На четвертый день у нас появился какой-то вариант работы На пятый даже На четвертый, да, да, четвертый, пятый день И я прям, Максим такой, вот у нас не получается Я говорю, Макс, два дня? Вот, если через два дня у нас ничего не будет, мы уезжаем Вот, и ровно на второй день нам написали и пригласили нас Прямо сразу на следующее утро на четвертый Это было, вот честно, было классно Ну, как обычно, в стиле Индии Случайность, непознанная закономерность Вы сказали во Вселенную два дня Мы тебе даем, ищи нам работу И она вам нашла Да, 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 это пушки, и случай Бог изобретатель Да, да Да, это было прям очень прекрасно Нам очень, ну, первый, вообще, он первый самозапоминающийся Вот, второй, он более тяжелый, но очень интересный Да, но интересный Так что Будет, что вспомнить Да, конечно Долгими летними вечерами в России Теперь это становится еще одна история Здорово, поздравляю вас, ребята Рада была, что все-таки смогла я вас выманить Спасибо вам, что позвонили и написали мне Да, мы очень рады встретить Такую встречу А вы здесь, я как понимаю, где-то живете, да? Да, вот жалко, что вы уезжаете Так бы, мы бы к нам в гости сгоняли Сейчас как раз вот там Если бы через час хотя бы уезжали Могли бы у нас пообедать А вы прямо здесь живете, получается, сколько лет, да? Ну, уже, ну, так, мы, это уже третья наша квартира Но самая долгосрочная Мы ее снимаем Каждую квартиру мы снимали где-то там по году А это уже лет шесть мы снимаем Вот Это называется русский дом Он десятиэтажный дом Самая высокая точка футапартии С нашей крыши видно все Видно красиво очень Вот вы, в общем, еще не все охватили здесь футапартии Ну и еще, у нас здесь очень много поводом, чтобы вернуться Сразу, да, пишите, пишите И мы вас в гости пригласим с мужем И покажем вам нашу крышу Покажем виды вот это все Спасибо большое Спасибо На здоровье Рада была постречаться с Айрам Пошли поближе к автобусу Какой-то автобус их Автобус-то у вас куда вообще? На Бангалор? Ага, хорошо Вот, а потом у нас вчера такой опыт неудачный Мы дали денег здесь, агентство, чтобы купили нам поезд Нам не хотели потом даже деньги возвращать И говорит, что местные поезда нету Ага, в итоге у нас первый опыт покупки самостоятельно Слипербаса через интернет Из-за Бангалора в сторону Стируйте параллель Ага, так Бангалор, да Вы точно узнали, какой автобус ваш? Да, и у твоих детей спросил Ага Это он с крыши автобуса посылку скинул Прямо вот так вот скинул Бац и все Так что если вот это посылки То, конечно, хрупкое надо заворачивать как можно Как можно лучше Как пчелки Каждый кто-то что-то везет У нас неожиданная встреча Мы встретились с Ириной, с которой познакомились на Гула Ирина тот человек, который как раз подвигл меня на то, чтобы вы увидели, что происходит здесь с нами на Ютубе Ирина, большое вам спасибо И вам спасибо Это для меня тоже такой новый был интересный опыт Вообще очень неожиданно было вас встретить Посмотрим Очень классно Что мы в одно и то же время переехали А шрам Саи Бабы дал нам не только духовные силы, а возможность пересмотреть по-другому Немножечко восстановить организм наш Ну и такую удивительную, замечательную встречу С Айрам С Айрам, очень рада Главное, чтобы вы автобус не перепутали Три раза мне сказали, что... Три раза, ну и хорошо, да, три раза спросили Все, раскидывали Это правильно Слушайте, ну вы так по-лайту вообще Молодцы, конечно, путешествуете У меня большой рюкзак Большой, да? И целая куртка, вот смотрю, зимняя Я ее хотел выбросить, уже кто-то приехал Но когда ты едешь в Слипере, ее очень хорошо под голову хватит Не, куртка это важно Куртка это подушка У меня еще просто домашний спальник даже Да что вы Да, ну все, вы мои кумиры Ну так путешествовать Мы, конечно, с Саши, как Махараджи У нас по 6 чемоданов Вот что там непонятно Когда постоянно в движении Постоянно что-то, вот в том году приходилось какие-то вещи выкидывать Вот у меня, моя сестра прилетала в том году Когда мы были на Буа И я ей вещи обратно отдавал Вот, некоторые вещи даже я в том году здесь оставил Во шрайме И дальше передвигались А на чем ты монтируешь? Где твой компьютер? На телефоне Все на телефоне, да? Ох, минимализм какой Ну молодцы вы, ребят, молодцы Что я могу сказать? Это моя как бы мечта Вот так вот Все свое с собой Да, там что-то сувениры есть Да что вы И тибетская поющая чаша Батюшки Так, все, Рим, мы показали Большое вам спасибо Давайте, ага Удивительная встреча И еще рюкзачок Гастрол, гастролка и гастролчик Давай Спасибо, Валя Спасибо Давай И вам здоровья Вы здоровья Где там? Пошли я вас посажу Помашу Все как положено По сценарию Чтобы вы помахали Из окна Чтобы это Ветер перемен Трипал ваши волосы И бороды Пришлось сбрить уже Ради съемок С бородатых Там не любят Пришлось подриться А, ну бородатый Каждый второй индейец Поэтому вы-то должны косить Хотя бы под европейца Да, да Сейчас мы сделаем Маленькую зарисовочку Вошел во вкус Да Друзья Мы конец уже в автобус Бонгалор Нас провожает Ирина Это были прекрасные Дни фотопартии Я очень благодарен Сергею Кто вспомнил меня на это место Безумно благодарен Саи Бабе Который создал это место Поэтому Друзья Будьте в любви Да, да К вам пришли Поддержать Соотечественники И коллеги К тому же Блогер блогера Всегда проводят А как же Давайте в окошко Садитесь Грузите свой Немногочисленный Багаж Сейчас 12.24 Во сколько у вас Отправления? 12.36 12.36 А, нормально Иногда Уходят раньше Как мы уже Выяснили Но ребята Уже внутри Поэтому Все нормально Главное Чтобы четвертый раз Проверили Все у них По-взрослому Билеты Настоящие Да У нас Даже есть Сидячие места Вот они Сколько стоит? 360 360 360 на двоих? Да Ага 180 Прекрасно Очень бюджетненько Дороги здесь хорошие Доедут за 4 часа До Бангалора Во сколько Прибыли А? 2 часа Ну 3,5 Может 4 Там смотря Может быть Остановят покушать Вас на обед Во сколько Прибытия По этому По билету 5 часов 5, да? Ага Ну замечательно У них есть вообще Вот сюда Если багаж Да, у нас Возьмется Нормально, да? Все кладем Все помещается В основном Никто там Это у кого Большие Да, да Это вот как у нас Саша Обезьян-то Сколько пришло А Патрик К нам так и не приходит Я в этом году здесь Больше наблюдал Во шраме Обезьян В этом году Не так много Да? Мой милый друг Да? Управляемся Все к нам, да Запихиваются Смотрите, не отстаньте От своего автобуса А то побежите И будет Да что вы Ну, такие же, как я Которые не знают Что есть места Идите, идите А то Такого спитный, как Сергей Попку поднял Место потерял Давайте Пока, все Счастливо Ага А собака там под этим Под автобусом Собака Иди оттуда Она залегла Надеюсь, она уйдет Я пошла Я хочу купить хлеба Вот этого длинного За 40 рупий Поэтому я пойду Не через свои Так Я перебегу дорогу Не через свои Вот эти Шоткат А пойду По Четроварце Очень рада Что встретилась С ребятами Тут Встречаясь на дорогах Индии Уже становишься Практически Как родственники Как какие-то Братья-сестры Племянники Дети Внуки Мамы Папы Вот Как одна Большая семья Что-то я вот Я не помню Я видела это здание Построенным Или не видела Сатья-саи Сан-калп Вот название Мне кажется Я не видела Название Мне кажется Недавно Повесили Вот этот Мне хлебушек Понравился По 40 рупий У них Вот Хоть и Главное Обезьянам Не показать Что-то Сегодня Их было Много Обезьянок Да Сайра Какие детки Сайра Сайра И все Мои дорогие Друзья Все Всем счастья Здоровья Любви Процветания У нас Тихий час У меня Еще Обед С гречкой А Саши Перед уходом Я покормила Вот И чтобы Не беспокоить Вот Чтобы его Не водить Всех Понимаю Всех Люблю Всего Самого Наилучшего Все Пока-пока Сайра Сайра